Привет, с вами Сергей Кулеш и сегодня я расскажу вам о планшете Lenovo Yoga Tablet 10, который отличается оригинальной конструкцией со встроенной подставкой, четырехъядерным процессором от MTK и емким аккумулятором на 9000 мАч. Планшет Lenovo Yoga Tablet 10 поставляется в небольшой коробке из черного картона, единственным украшением которой выступает иллюстрация нескольких вариантов наклона устройства. В комплект поставки входит только сетевое зарядное устройство на 10 Вт со съемным кабелем USB-MicroUSB и стандартный набор документации. Дополнительно можно приобрести фирменный чехол с соответствующим запасом для цилиндрического утолщения, а также оригинальную Bluetooth-клавиатуру с тачпадом, которая также может выполнять роль съемной жесткой крышки, защищающей экран планшета от повреждений. Большая часть фронтальной панели планшета прикрыта защитным стеклом, однако в ее нижней части расположен металлический цилиндр подставки и удерживающие его шарниры с парой динамиков. Судя по ориентации логотипа, планшет рассчитан преимущественно на эксплуатацию в ландшафтном положении. Впрочем, фронтальная веб-камера на 1,6 Мп и датчик освещенности размещены в обычном для себя месте, на окантовке экрана вдоль одной из коротких сторон. Нижняя часть задней панели планшета удивляет крупной цилиндрической выпуклостью диаметром 2 см, при этом остальная часть корпуса заметно тоньше, ее толщина составляет от 3 до 8 мм. Спинка устройства выполнена из серебристого пластика с мелкой текстурой, а выдвигающаяся подставка из алюминия с приятной на ощупь матовой поверхностью. Кстати, именно под подставкой скрыты слоты для карт памяти microSD и SIM-карты в формате microSIM. На задней стороне цилиндра можно найти основную 5-мегапиксельную камеру с автофокусом и без вспышки, а в его торцы интегрированы кнопка включения и аудио-выход. Разъем microUSB с поддержкой технологии OnTheGo вынесен на левую боковину, а микрофон и качелька регулировки громкости на правую. Вес планшета составляет чуть более 600 грамм. Разработчики Lenovo Yoga Tablet 10 предусмотрели три основных режима его использования – книга, консоль и клавиатура. Отметим, что для обычного планшета доступен только первый из них, тогда как для двух последних придется воспользоваться дополнительной обложкой или док-станцией. В режиме книги планшет удерживается одной рукой в портретной ориентации, при этом цилиндрическое утолщение позволяет более удобно и надежно обхватить край корпуса, чем в случае с типичным плоским планшетом. Именно так обычно удерживает в руках обычный бумажный журнал, убрав назад уже прочтенные страницы. Режим подходит для хвата и левой, и правой рукой. В любом случае будет перекрыт только один из динамиков, а единственным неудобством станет расположение веб-камеры. В режиме клавиатуры планшет укладывают на стол для набора текста и более удобного просмотра контента. Цилиндрическое утолщение не позволит ему лежать ровно даже при сложенной подставке. Угол наклона составит при этом порядка 5 градусов. Если этот угол окажется недостаточным, то стоит открыть подставку, увеличив наклон до 15 градусов. Промежуточное положение подставки использовать не получится, так как под давлением ладони оно просто сложится. Из-за отсутствия защитных накладок на острой кромке металлической подставки, планшет может елозить по гладкой поверхности стола. На более мягких поверхностях такой проблемы нет. И, наконец, в режиме консоли удобнее всего смотреть фильмы, фотографии, а также любой другой контент, не требующий взаимодействия с пользователем. Встроенная подставка фиксируется в крайнем положении, порядка 70 градусов. Центр тяжести вынесен в самый низ корпуса, так что конструкция весьма стабильна. При желании можно наклонить экран немного больше, чем это предусмотрено разработчиками, но перейдя определенную границу, планшет просто опрокинется. В отличие от предыдущего режима, планшет в этом состоянии не скользит по столу, благодаря комплектным силиконовым накладкам. Планшет Lenovo Yoga Tablet 10 укомплектован 10-дюймовой IPS-матрицы с разрешением 1280 на 800 точек, что соответствует плотности пикселей всего 150 ppi. На фоне современных моделей с Full HD-матрицами такой экран выглядит достаточно скромно, так что если вы хотите получить менее зернистый экран, то обратите внимание на 8-дюймовую версию данной модели. Яркость подсветки экрана регулируется в диапазоне от 50 до 400 кандел на метр квадратный, доступна автоматическая регулировка. Планшет построен на бюджетной аппаратной платформе Mediatek MT8125 с четырьмя вычислительными ядрами Cortex-A7 и графикой PowerWare SGX544. Объем оперативной памяти составляет 1 гигабайт. Встроенное хранилище обладает емкостью 16 или 32 гигабайта в зависимости от модификации планшета и может быть дополнено картой памяти microSD объемом до 64 гигабайт. Существует как Wi-Fi-only, так и 3G-версия планшета. Несмотря на не самую высокую производительность процессора, особых подтормаживаний во время работы не наблюдается. Вдобавок, система отлично справляется с воспроизведением видео различных форматов. По данным производителя от полного заряда аккумулятора на 9000 мАч, планшет способен продержаться до 18 часов в режиме веб-браузинга. Работает устройство под управлением операционной системы Android 4.2, дополненной фирменной программной оболочкой от Lenovo. К ее особенностям можно отнести отсутствие раздела приложения, все ярлыки просто выносятся на рабочие столы, гибкую систему настроек энергопотребления и дополнительные служебные панели. В итоге Lenovo Yoga Tablet 10 окажется идеальным выбором для тех, кому надоело использовать дополнительные аксессуары, например, специальные обложки или док-станции, только для того, чтобы разместить свой планшет под углом, удобным для набора текста или просмотра видео.